Коричневые, белые, зеленые, голубые бутылки. На начальном этапе необходимо сортировать пластик по цвету и освободить от крышек. Только после этого можно приступать к обработке для дальнейшей транспортировки на заводы в Ангарске, Новосибирске и Красноярске. Там пластиковые бутылки и алюминиевые банки превращаются в пластмассовую посуду и домашнюю утварь. В семье Дениса Леонтьева сортировка мусора – дело привычное. Бытовые отходы собирают отдельно от пластика и алюминия. Узнав, что есть в удачном мини-цех по переработке мусора, Денис сначала носил туда. Позже появились специальные баки в городе для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Я считаю, пластик нужно выкидывать в отдельный контейнер, вот как у нас здесь стоят. Потому что если выкинуть в общий мусор, он вывезется на общую свалку и будет разлагаться там очень долго. И этим засорять нашу природу, экосистему. Я знаю, что у нас есть небольшой перерабатывающий завод по пластику. И также его переработают, и он будет дальше использоваться. Например, в домашнем хозяйстве. На мини-заводе стали утилизировать картон и макулатуру. Позже из этого вторсырья на прилавках магазина появятся новые тетради, альбомы для рисования и многое другое. В дальнейшем планируется утилизация стеклянных бутылок. Начиная активное участие у нас прошло где-то с 2018 года. За весь этот период до сегодняшнего дня. Где-то мы сдали в пределах дробленки фракции 10-12, то, что нам заказывали, мы сдавали в город Ангарск. Мы туда сдали в пределах полутора тонн. Это уже дробленный вариант для грануляции, для дальнейшего производства. Дальше пластик, пэт-бутылка, мы ее тоже сдали где-то в пределах трех тонн в общей массе. И алюминиевые банки где-то в пределах тонна, полторы, тоже не больше. Помогают в сборе мусора жители города и молодежь. В прошлом году волонтеры собрали и отправили на утилизацию порядка 500 килограмм пластиковых бутылок и жестяных банок. Дело получается. У меня есть пакет определенный, где я бутылки собираю, где у меня есть алюминиевые банки. Ну и также еще стеклянные бутылки собираю. И убрасываю. С установкой специальных баков в городе горожане стали более осознанно подходить к сортировке мусора. Важно понимать, что срок разложения полиэтиленового пакета не идет ни в какое сравнение с его недолгим сроком службы. На это потребуется от 30 до 200 лет. А вот разлагаются пластиковые бутылки от 450 до 1000 лет. В зависимости от климата и состава пластика. К сожалению, алюминиевые банки надолго останутся частью окружающей среды. На их исчезновение понадобится от 80 до 500 лет. В настоящее время почти 5 тонн втор сырья в перерабатывающем цехе в Удачном ждут своей отправки на завод для дальнейшей переработки. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».